у нас есть вот это ака у нас есть деньги на ее восстановление а вы знаете что это за к наверно многие из вас знают это ака одного дедушки из щелково который совершил героический поступок он стоял во дворе чинил вот эту аку он есть занимается просто любит эту машину и недалеко произошел инцидент в общем какой-то наркоман мужик 35-летний отобрал у ребенка телефон когда я слышал но у меня аж там слезы наворачивались очень сильно кричал помогите помогите дедушка как выходит как посечку ему дает он вот так вот за шею как раз закрутил завертел мальчику отдали телефон этого чувака взводили уголовное дело ну просто дед прикинь что вообще сотворил народный герой причем не растерялся он не думал еще чего-то о на меня бегут подсечка потом эта история получила резонанс очень многие это обсуждали и даже деду вручили новую ниву но ему важна именно эта машина вас ко мне не нужны ники на марке ничего не надо я хочу ездить вот на этой машине просто говорит мы предложили ее остановить он сказал я бы только был за все вы туда это сделаем без проблем поэтому вот нужно с хорошим таким щепетильным подходом постановить эту тачку да эта история получила резонанс уже но наверное благодаря нам получит еще больше из нас то что чем больше людей узнают об этом тем просто мир станет добрее ну да мы стараемся все-таки на своих каналах как-то пропагандировать добро поэтому синдикат это про добро ты тут так прикольно столько приколюх выше воскитная сетка у него какая-то вот видишь антенна вот это все надо оставить я не знаю мы что мы что мы сделаем машину прям в стоп и это просто положим багажник ну да если ему что-то надо он это это очень легко устанавливается то есть если мы что-то из этого всего можно он просто возьмем и установить домик это очень легко устанавливать видел домик да дом на оке стрюля тут прям расписано лето зима то есть вот это вот штука переключает она либо берет выхлоп с выпускного коллектора горячий либо летом она берет воздух вот отсюда прикольно мотор у этой машины двухцилиндровый причем двухцилиндровый с балансирным валом то есть поршни в нем ходят не вот так одновременно и это да и это все компенсирует балансирный вал то есть он работает вот так вот и поэтому она постоянно так вибрирует эта машина мотор здесь 07 в зависимости от того серпуховская это машина или камазовская серпуховских был 06 камазовских 07 в последних версиях у нее мотор был литровый китайский трехцилиндровый скопили ходячие интересно я стою я такой прям такой заслужился круто а как понять здесь серпуховской или камаз должно быть написано это серпуховская или камазовская машина эти машины производили три завода ваз камаз и сеаз сеаз это самые первые модификации которые были еще не особо доработаны они постоянно сыпались вазовские эти как как ни странно вазовские были самые лучшие из этих всех из этой всей троицы потому что камазовские впоследствии начали уже производить из хреновых материалов достаточно у меня вот камазовская к и там вот если возьмешь вот за вот эту вот панель то она вот просто гнется руками из настолько вот простой тонкий мягкий металл в общем ситуация следующая нам на нашу акул нужно много 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 запчастей на нее так взглянули и поняли что мы охренеем все это собирать по всей москве покупать по отдельности поэтому мы думаем купить целые запчасти для меня на свете друга лучше нет а он мне нравится 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 и это все что я могу сказать в ответ откуда у тебя эта машина есть не секрет у деда купил поехал покупать мотоцикл и забрал у человека и ты ее просто купил чтобы покататься или зачем тебе продать теперь продать не надо они на были номера с ними продал а чё за номера были 99 регион просто чё скажешь эксперт по окам ну а как а как а а как а как а ты не знаешь сколько она у дедушки стояла в гараже 7 или 6 лет ну ты прям с гаража да забрал ее хоть машина вроде маленькая старая и особо никому не нужная но косяк в том что запчасти не почему-то дорогие и вот непонятно с чем это связано поэтому мы искали машину как можно в более лучшем состоянии да по фотографиям по пробегу есть все и кузовня и хороший целый абсолютно двигатель и коробка и даже действующая страховка это кстати круто потому что дтп случаются каждый день это всегда большой стресс для автомобилистов мало кто знает как себя вести куда звонить поэтому у тиньков страхование есть проект помощь на дорогах в правках которого комиссары бесплатно помогают всем водителям и консультирует при дтп независимости где у них оформлена страховка для этого по москве ежедневно курсирует 10 ярких и подготовленных желтых машин а в ноябре экипаж удвоится также любой житель рф может позвонить по вот этому вот номеру и получить помощь по телефону кстати 9 декабря эти машины можно будет встретить не только на дорогах но и возле популярных торговых центров москвы а еще страховая выплата всего лишь за один день если в тебя кто-то врежет то заплатит тебе быстро тиньков страхование а не другая страховая а оформление всего за пару минут не тратя время на поездку в офис заявление и все документы можно подать онлайн а техническая поддержка 24 на 7 попробуйте рассчитать полис осаго в тиньков страховании с кэшбэком 10 процентов с сервисами тиньков про или премиум упрощай жизнь с тиньков ссылка в описании не по кузову как бы есть какие-то кости незначительные но это по сути все мелочи, потому что так или иначе многие это запчасти не в цвет вот ну да и все равно в любом случае это все красить а ты не знаешь заводская краска? то есть она вот так тубого покрашена с завода что ли? она не отвратительно покрашена заметь все стекла пронумерованы да везде выбитый номер это сделано для того чтобы если эту машину украли и винт перебили то ей все остекление бы пришлось помимо этого всего еще менять СИАС серпуховский автозавод ну это хорошо или плохо? ну не так плохо как КАМАЗ но не так хорошо как вас ну вот чержа тоже на это вот красится да не, на хорошую нападение извини меня 18 тысяч пробега для этой машины она же эксплуатируется не так как эксплуатируется там какой-нибудь Мерседес или БМВ или Ауди эти машины эксплуатируются по-другому на них возят рассаду на них возят мебель на них возят бабушек и дедушек которые случайно задевают дверями там стены и так далее и тому подобное поэтому эти машины так или иначе устают быстрей чем какой-нибудь там двести двадцать третий Мерседес не, серьезно, сколько ты ее мог бы отдать нам? ну ваше предложение по всем косякам как бы выжать косяков о том то есть идеале сотка? не, ну понятно, но это я беру идеале 140, да 120 135 125 130 130, да да? да, давай открываем наш заветный чемоданчик как выезжать нам? куда? туда, наверное, хочешь я ее выгоню да нет, давай я ее выгоню ха-ха ха-ха вадим все, он ностальгирует ну че садись, и езжай с ним взрум врум взрум 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 заставай влюб а 1 тормозов нет я сейчас обосрался честно говоря ног давай пол а это фолк да понял есть одна очень большая проблема нету вообще 0 понял и и ручника нету нихрена счастливых нам голодных игр все торпеда в хорошем состоянии ой пусть почему-то один цилиндр не работает сайт мы сломались походу да нет наверное не надо лежать и чё это может быть понятия дайте попробуй что раз я не знаю как бы здесь все окей у него как будто карбюратор засраны сколько тысяч раз я ездил на тросу на акет и представить себе не может сколько тысяч раз ее заводил с троса потому что мне никогда не было денег на аккумулятор вот и я всегда ездил с потраченным аккумулятором запчасти на базе и они остаются ночевать с здесь а мы туда дедушка очень любил усовершенствовать свою тачку и могу чуть-чуть ответ да например если у вас есть проблема с тем что вы забываете выключать аварийку либо поворотник дедушка решил эту проблему за вас он установил зумер на поворотнике чтобы не забывать их выключать честно говоря с таким звуком ехать не хочется порог на мггт приехал сейчас видали новый порог 90 косарей вот это пластиковая хрень накладка сейчас любимый вопрос всех когда мггт сейчас реально только порога не хватало только порог все упирается выведение крыла оно идет под заводские детали то есть под дверь под порог как раз таки маркадес оригинал тэйл порог зачем ему такая огромная коробка понятия не имею вот на гтшку дальше из этих приколюх здесь вот зачем то магнитик зачем понятия не имею здесь у нас какая-то железочка прикручена видимо для того чтобы можно было больше всякого хлама сюда складывать это все не разлеталось какой-то выключатель положение в положение о чехол на руле потому что руль развалился и дальше короночка миллион прикуривателей раз два три 4 5 для чего мы не знаем но видимо нужно теперь это удлинитель другой конец которого идет под капот я так предполагаю что это сделано для того чтобы заряжать аккумулятор действительно здесь подводятся провода вот два крокодила дедушка приносит удлинитель втыкает его в розетку закрывает капот зарядное устройство вставляет в розетку вставляет крокодилы и машина абсолютно безопасно заряжает аккумулятор то есть аккумулятор украсть невозможно зарядник украсть невозможно аккумулятор не испаряет вредные пары дома и все счастливы при этом аккумулятор заборки находится вот на пакетике дабы не пачкался система на втягивающие что я тут заметил видимо иногда подклинивало у дедушки реле стартера и дедушка намотал еще дополнительный провод на стартер который в случае поломки реле понимаете то есть если у вас ломается реле вы просто выходите из машины такой оп ну и все работает на самом деле это вот советская школа автомобилевладения наверное это так нужно назвать потому что люди прям кайфуют от того что они как-то до усовершенствуют свои машины действительно москвичи жигули оки запорожцы это такие машины на которых просто на стоковых экземплярах ездить очень тяжело потому что они отвратительные по качеству их нужно доделывать 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 и тогда эта машина вполне себе может существовать их становится действительно очень удобной тачкой иномарки для работы а для сердца жигули я единственное что предлагаю перед тем как мы это все разбирать запустить и проверить вообще там мотор как работает как это все живет и допустим если мотор хреновый то там его менять по башке прям громковато работает по низу отлично ну чё я предлагаю приступать к демонтажу всего к счастью эта машина обладает очень большим плюсом она очень просто ремонтируется например мотор тут находится на подрамнике в отличие от классических жигулей и это очень упрощает его монтаж и демонтаж то есть мы сейчас просто открутим стойки открутим четыре болта подрамника и все мотор у нас на земле видал кусок забора хочу забор то что не понял забор не я тоже это все на заклепках я думаю что это что-то с наружной части держит то есть из соломок а вот еще кусок забора это усиление чтобы кузов не скручивал когда он на мозг в рейсовые фигачки вот отсюда я могу потрогать какие-то коврики а если коврики убрать это чьи-то ноги и вот отсюда и вот отсюда и но всем этим займется коля который эксперт по тухлостям он уже приезжал посмотрел машину сделал свои заключения искал пацаны отправляйте ко мне тут стухло здесь крышка багажника стухло тут ничего здесь здесь все остальное будет видно при разборе к с немцу бампера все остальное ковры что-то вообще факту одним словом на частух но они же нет живого элемента главное чтобы лонжероны целые оставались я думал что его коврики должны лежать в самом верху здесь же его коврики видимо используются как шумоизоляция положение непростое все я готов снимать мотор храняем стой 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 вот тут какой-то провод вот этот тянется о стой да в натуре я тросик газа не отключил самое очевидное задумался там и о высоком смешно да это смешно но он так прикольно там будто холст 50 минут 50 минут да и это практически все с без пневмоинструмента вообще то есть это не пневмоинструментом там пять болтов открутил все что с этой машины сейчас снимается в том числе вот это мотор коробка подвеска подравник все такое это все на нее больше не станет мы это будем ставить с нашего донора потому что здесь 46 или 47 тысяч пробега на доноре 18 но очевидно большая разница надо будет только еще продать как-то потом ну либо в крайнем случае вадима и поставить себе на дачу да ничего нового а да это новый местный гусь познакомьтесь пойдем съездил купил гуся гусь антоша тут вот единственное что реально очень круто интегрировано это фаркоп сверху две здоровенные пластины еще два крепления очень мощных но это реально это выдернуть я не знаю что нужно сделать чтобы это выдернуть но все равно пол тут прогнил в москве окна завесим будем опять принцесса сейчас под лаврами снимаются конечно что сзади едешь снял стекло все у думаете приехал дверь закрыл стекло поставил офигеть раньше воровали же машина так вот смотри вот так вот лезвием по кантику вот так вот режешь стекло достаешь . у меня так можно угнавиться еще восьмом году блин вот всегда такой косяк вот кто снимал капот все знают вот этот прикол ты снимаешь и потом омыватель такой бог пойдем пока уголок ну давайте новый лабаш поставим он стоит фигню ну бывает нет нормально то что лопать по итогу концу дня у нас ака полностью разоплывается но мы понимаем что нам нужно для нее для нее что нам не нужно и сейчас тачку мы готовы отправлять но у нас есть еще вторая к то бишь запчасти для этой и она не на ходу сейчас мы по-быстрому здесь подшаманим и все это отправляем на эвакуатор коле понятно карбюратор засран все у дедушки было хрен и компьютер не да давай поставим 4 болта тринадцатых на сколько мотор тише и приятнее работает чем тот просто мягенько хоть мотор и как новый но обслужить его точно стоит как минимум купить на него масло купить масляный фильтр купить топливный фильтр но еще какие-то ночевка понадобится и конечно же все это мы будем заказывать на мега маркете ведь сегодня онлайн шопинг на мега маркете это удобно и выгодно зацените сами тут широкий ассортимент миллионы товаров разных категориях от бытовой техники до продуктов питания к тому же более 60000 проверенных продавцов еще есть очень крутая опция это доставка по клику и возможность получить товар в этот же день с функцией получить сегодня а также вы получаете бесплатную доставку новые акции и супер цены каждую неделю а еще оплату покупок бонусами до девяносто девяти процентов от их стоимости но это еще не все сейчас действует крутая акция можно получить максимальную выгоду при покупке авто товаров до конца ноября во-первых для новых клиентов действует огненный кэшбэк во вторых вот вам промокод на 3000 рублей при первом заказе от 15 тысяч и в третьих кэшбэк и промокод действует одновременно или одновременно или так в любом случае выгодно мы лично не упустим шанс и воспользуюсь таким выгодным предложением закажем себе стартер для аккумуляторов стоимостью 7590 рубля получим за покупку 2886 бонусов кэшбэка который потом потратим на что-нибудь еще не пропустите мега акцию сделайте свои покупки приятнее и выгоднее с мега маркетом ссылка в описании кстати кстати слышь тяжелая а можно и китара одеть ща не сиди не очень идея сейчас давай не вадим быстрее все 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 не пиздец пришел она не выдержала такой массы наш импровизированный лимузин из двух ок готов отправляется в путь к дяде коле и когда мы увидим машину примерно через неделю-две думаю блин этому по срокам все просрем из черта но зато это будет хороший результат ну надеюсь через неделю мы ее увидим надеюсь очень он хочет в порогах видите эти швелье швелье эти профиль профили вот ему это важно для труба уже вот труба квадратного сечения 4 на так это примерно сюда мы ее привезли когда коли и на следующий день потерпанил посмотрел сказал пацаны надо делать все по-другому мы хотели делать ремонтные вставки арок чисто эти вот гнившие арки вот так вот вот куски переварить дядя коля немного поменял концепцию он сказал если делать хорошо то давайте уже делать хорошо и были куплены полностью две боковины полностью ремонтный пол абсолютно весь все возможные какие-то гнилые детали ржавые были вырезаны и выкинуты к черту все покрашено все под кузовной герметик все сделано прям вот как надо так по заводу эти машины даже не собирались поэтому эта машина можно сказать будет лучше чем завода момента что все покрашено она за антикори по технологии два грунта краска и сверху же антикор чтобы эта машина прожила еще дольше сейчас осталось только сделать правильно малярку если малярка будет сделано правильно то есть там с кислотным грунтом совсем подряд то это будет жить и не тужить еще очень долго в общем помимо того что сейчас нужно этот кузов вытащить малярку нам еще нужно средства навесить на него детали целые на весуху то бишь это крышка багажника две двери передние два крыла и капот но это же в цвет краситься правильно иначе зачем все так а стоит тюнинг это лежит че дубровского ты показывал прикольно короче нас показали по нтв первой передачи это коллега главный дорогу только передачи про машинки а-ля новости такие и вот мы там засветились с этой аквей тюнинг ателье автоблогера жекича дубровского уже прокачивает ветхую аку наступает знаменательный момент когда эта машина в последний раз вы видите такой мы сейчас начнем полностью разбирать тюнинг ателье жекича дубровского и на фоне нас пиццы висят этот прибитый вадимом молодец подвигами делиться надо а то успеха не будет лёха говорит вот этот руль говорит дизайнеры рисовали и они такие вот это то что надо вот он настолько страшно но типа вот страшнее в жизни руля сложно себе придумать я учился водить на бабушкиной копейки и там был классный руль с ободком по центру у него ободок хромированный но он был кайфовый а вот это ну нашу эти делегации наверняка же там люди 20 человек наверно принимали решение вряд ли один значит расчеты делала вся бригада да вся бригада и вот реально 20 человек сидит таким приной показывает вот руль вот можем сделать такой такой и самый хреновый типа вот ну они такие это вот оно да у нас бригаде мало родить хорошие идеи надо и преподнести ее я просто не понимаю ну я в шоке вот решеточку открутил я нашел что-то мега странное под фарой это что за тюрьму чуть такое мне кажется какие-то насекомые здесь жили мышь не знают какое-то растение но надо я хочу не не ягода эксперт в комментах напишешь что это но прикольно настолько сюда этого натаскала на это ела получается но эти штуки пустые внутри здесь же под фарой вот какие-то куски газеты по-любому это мышь таскалки заначки себе я просто не понимаю как она сюда-то это затащила ты в курсе что у мышей череп сминается она это это не кость у черепа мышей не как у нас он сминается как хотят в детстве они в любую щель пролезают мышь крутые хочу опоссумы завести не знаю где купить как из ледникова периода диего это опоссумы накидываем дверь ставим и максимально высоко до чтоб она закрылась но всего конфуз есть дверь вот так вот стоит там петли привариваются они вот такие вот косы кривые из вот их прикручиваешь как есть я думаю на заводе также делали так так и делаю подходит тормозов то нету произошло дпс вызывайте дтп я тут тормоз нажал блять итак а пока остается здесь под склад она на ходу все окон доедет нам нужно вот и так у перетащите этому из вызвали эвакуатор специальный эвакуатор для кит короче план успешный километр мы преодолеем быстро и легко он потешили поличка не нормально она она сейчас сама едет все на этой замечательной ноте нет серия не заканчивается заканчивается работа с жестянкой сейчас у нас ее полностью покрасит и снутри и снаружи сделают идеальную лкп после чего мы возьмемся за ее сборку наконец-то а ты кто я гном а а а а и и и и и ну что наша к докрашена она уже у дядь коли в цеху я сейчас отполировали только что и мы готовы и вести в мастерскую на сборку все кто ее видели все сказали в охренеть от результата ну пойдем посмотрим синева такая хорошенькая блестит фаргов покрасили в цвет девушка будет очень доволен я уверен мне очень нравится очень хорошо круто прям очень круто ты понял что она под лаком да а подожди как под лаком и и заводил под лаком или краска акрил еще и лака сверху залили офигеть на типу машины реально лучше чем завода покрашена миллион процентов смотрите каждый шов вот здесь что есть вам герметики вот здесь все швы в герметике полностью здесь если открыть вот офигеть ой натуре водка подкаподка пока офигеть я так хочу увидеть его реакцию так интересно чем сна я думаю что ему очень понравится он же ожидает наверное что мы ему просто швелера в пороге варим и подкрасить да все круто давайте сразу рассчитаемся давай я тебе отдам за покраску за мастера правильно давай 80 все цены что вы часто слышите видите это все блин чисто для нас мы просили легк просил 80 это работа покраска 16 правильно это материал и 50 тысяч калину естественно это все стоит реально дороже колец красавчик берегу 3 сразу тебе это одарю взять коль за борьбу с тухлостями прям спасибо ночью до финальный результат красивый осталось это все дело очень красиво собрать качественно какие-то мелочи нюансики доделать и будет хорошо в общем это ака сейчас на ней прокачаются тормоза и она своим ходом поедет потому что на эвакуаторе сейчас будет сложновато опять загрузить для эти вместе как мы это будем изгружать кого-нибудь себя в сервисе это на пусть на что сюда так 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 ну или хуйня я а легка прямой и а теперь мой спине да да бля на прямой спине а нахуй нам трос нужен был пацаны я вас не знаю по приколу тормозите не забываем Ой, не боже! Знаете что, пацаны? Не приезжайте! Не звоните вы! Я счастливый, я не уйду! Так счастливым и уйду! Жить будет! Нелегкая эта работа, эту АКУ таскать почти в Москве! Трэш! Даже ребят из Питера пришлось напрячь! Тем временем еще приехала одна АК! Да, своим ходом заедет! Сейчас занимаемся демонтажом силового агрегата с коробкой, чтобы ее впоследствии переставить на ту! Сейчас мы это убираем сюда, а то ставим сюда! Ставим сразу на эту АКУ и... Да, будет непросто! Снять мотор просто, поставить мотор не просто! Не так просто, как снять! А я развлекающих могу! Шумоизоляция головного мозга, поэтому сейчас зашумлен капот уже практически полностью! Изначально этого в планах не было, шумить капот! Но вагент сказал, что надо, потому что он будет круто закрываться! Прям как на иномарке слышно, типа только звук звонка... звук... замка! Вот! А, погоди! Они же вообще не в курсе, что! Вся машина зашумлена! Загляните в салон! В чем мы это делаем? Потому что у дедушки уже было какое-то подобие шумоизоляции! Дырки затыкал, это крыло полностью заложил, какими-то тряпочками, пакетиками! Мы решили сделать полноценную хорошую шумку! Сначала идет вибра, вот эта вот черно-зеленая, это виброизоляция! Потому что металл гуляет! То есть, вот это вот интернационные звуки, эта шумка будет гасить! А оранжевая, это именно шумоизоляция! Давай сравним то, как, во-первых, закрываются двери! Вот эта дверь зашумлена уже полностью! Как на Гелендваге, один в один! Как закрывается эта дверь? Как барабан! Охренеть разница, да? И вот здесь сейчас все такое! Это очень круто! Крыша не зашумлена! Вот сейчас произойдет то, про что я говорил! Охренеть он стал тяжелый! Смотри! Может было еще с меньшей высоты ранее! Пипец! То есть, вот этого барабана уже нету! Как бы... Ну не боже, ведь стоять такой грязный двигатель, правильно? Если сейчас машина вылезнет, то пусть мотор будет... Ой-ой-ой! Держи! Не, ну он неспроста побежал, а на это... Это концентрат автошампунь, а он очень едкий, он будет кожу разъедать сейчас! В этом весело, Тим! Держи! Держи! Я кружу! Держи! 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 В этой Океан теперь мотор от дедушкиной Океан! ее мы отсюда сейчас выкатываем для того чтобы на подъемник поставить раз таки дедушке нахуй засунуть новый мотор осторожен гусь под ногой вадим что мы делаем? блядь вов откати гуся нахуй назад клони машину по крышку надо? нет это палка полка мы подготовились кладем на пол стойте колесо хрен мы ее туда затащим проще было бы ее выкатить и заходить сюда ну ладно раз мы уже вписали авантюру все хорош? мы не ищем легких путей мы ищем только сложные если делать то через жопу не зря нас называют тюнинг ателье я Жеки Черепровского да это че это че слоган получается? ну не ладно не через жопу прямо заворачиваем колеса носятся стоп колесо я уже подвину я уже подвину я видел пацаны все нормально не ссыти вы вот я чуть не посидел что смотрю на эту стойку и тяну все за антикорим все красиво прям любую дорогу посмотреть такую красоту и пол красота и того мотор с пробегом 17000 километров стоит макия чистенький новенький красивый в новой оке с новой коробкой с новой подвеской с новым стартером короче тут прям красота это еще будет ездить ездить и ездить радовать своего владельца выглядит очень нарядно сейчас под капутом хорошо сейчас все сюда провода вот красивые там все вот прям вот прокурору и все вокруг да сейчас будет красота скину голубого парк он смелый мальчишки но что я могу сказать балка приказала долго жить коррозия не щадит к сожалению никого даже балку на окея это это самое безобидное существо на нашей планете они как мне кажется ну чё как мне бы этого не хотелось сделать но придется демонтировать да беда рум-пум-пум вот это бы колесо уехала бы далеко и надолго но у этой балки есть другой прикол помимо я не знаю не помню показывал и это или нет хара лучше отойди я снял я принял я саня по-моему ботал челлендж от литвина я победил бы это не гнилая она просто по наружи ржавая чуть-чуть но тут рыжики есть но в остальном она прям крепкая хорошая болтать и вот так кстати гораздо лучше все больше не жира офигенно она тут под резинку лобоша встает поэтому сначала надо ее ставить потом лобоша не лобоша не ставится очередь потолок первым по моему потом все стекла вообще вообще-то нет оставили во сколько загон такой хороший девиз а ради я буду давить от и выковыривая делаем ставки я делаю ставку на то что лопнет не тащи не тащи не тащи не тащил все ставка прошла до успешно одна трещина до целиковая через кого 20 короче снимать стекла это не наш лобовые все стекло вообще вообще шикарно не села на были терите какой-то вакуум появился в океан заднюю стекло установлено самое время снять боковые кретина такое развлечение будет тяжело поверить оставится новый потолок получается один сказал что вообще нельзя подходить потолкам натяжным не знаешь чего-то взял правда я с ними на ты понятно чисто все равно будет позорно чуть глаз помню ладно ну вот минус мы можем все исправить верно это чай за новым потолком схожу и вернуть нашел за углом лежал прикиньте с мягким потолком возникли проблемы точнее с нами мы не можем его поставить поэтому жесткий потолок короче мы посмотрели видео на ю тубе как ставится мягкий потолок на аку и поняли что это такой геморрой как его на заводе ставят вообще непонятно так быстро но то это машина собирает тебе нужно в натуре непонятно тебе нужно взять эти спицы прогреть салон так чтобы этот потолок чуть ли не расплавился там под крышей его потом натянуть вырезать как-то сделать так чтобы не было вот этих вот складок короче 3000 рублей и вопрос решен никакого геморроя просто 10 минут баха он на месте до падаем падаем до четко прям рассчитано в общем жесткий потолок держится у нас здесь на козырьках на зеркале и его здесь вот должны быть ручки каблаки их нет закладные под них есть в кузове и здесь есть отформовка на потолке потолок жестко закреплен в своем месте все осталось теперь только посуде по низу и торпеда козырьки белые а черных козырьков на аку просто не существует такой острый такой же как санин юмор потолка белого не было поэтому я купил черный но и это практичнее ну да мараться не будет что за слово мараться блин пачкаться что значит мараться тебе слово помойка помойка какая помойка мойка какая мойка помойка мусорка блин вы пороге в осети называете карнизами ну и чё чё не подоконники новый глушитель царит завода с подтеками до чтобы когда обгорал воняло очень сильно в общем по низу все собрано машина уже можно ставить на колеса но предварительно нужно провести проверку двигателя все ли работает провод или готова по моторной части по подкапотки и все ли здесь можно уже завершать давай не надо вот это и пытаюсь сделать подожди это не может быть датчик холла датчик холла это датчик дающий ну как сказать дающий импульс воооо сейчас зажигание включено да да вот у нас аскра есть датчик холла то же самое грубо говоря датчик коленвала ну да но если прям так так просто а так это по сути замена прерывателю распределителю контактов датчик холла сдох пока машина просто стояла да я поймаю на этот был нефу не воткну до конца и его грунт и воткну до конца фишка она сейчас покрути два не воткну до конца фишка все две новые свечи чистые и не засраны поехали так как мы должны собрать машину сегодня а время с этим уже завтра 12 часов ночи вокруг нас собралось много людей приехали дополировать машину у нас тут сами помогает лёхи приехали тоже суетятся вон один сзади сидит другой спереди ну в общем где мы там кипиш просто собираем салон зовем женю и везем аку наконец-то уже и и владельцу настоящему дедушки я уже все третий третий час ночи уже мозг не работает вообще сейчас колесо на прикрутить не забудь пожалуйста ой и коверт привет так что у нас денег настал ответственный момент но сколько прошло ну так то недолго наверное да ну или три месяц максимум сейчас не в формате восстановления формате восстановления машины прошло очень мало и все говорили что это невозможно даже малярку за две недели я просто не знаю насколько вы там круто сделали просто можно и за день сделать машину но если это месяц делалось то давно на качестве есть конечно нюансы блять тут надо бы еще без нюансов там не нюансы шака ну понимаешь как бы сроки же так они шутят шутят все поехали ока ебать так это же просто новый автомобиль это знаешь это просто сказать просто сказать вы выиграли автомобиль 5 его просто по чудес загоняю туда прямо на постаменты это это новое якубович не отдал а охереть просто я я не видел такого я отвечаю я короче я аку в таком состоянии книга жизни то есть я их в принципе новых не видел то что я когда они выпускались новыми я был жил в чате как бы их там не было особо визуально новая хуже потому что новая не под лаком когда-то эту машину получал новой и вот он еще раз окунется в те годы когда он получал ее новый это еще второй раз эта машина стала новой она пришлось купить донора для нее чтобы все представлять потому что ну реально в тачке поменено абсолютно все денег хотела или нет мы вышли из бюджета сотка точно ну короче 400000 да это я не считал еще сотка точно уверенно понял но я докинул мотор по сути с пробегом 18000 задняя телега передняя телега амортизаторы коробка все короче новое я в шоке мне кажется он очень не ожидает мне нравится что вы сделали оригинал ничего лишнего шутки диски все ну прям вот как на болотные штампы и аж соседи это надо было прям это болотные да еще мы в подарок дедушки подгоним летнюю резину мы ее вчера переобули на зиму потому что внезапно выпал зимой снег но мы начинали осенью а закончили зимой поэтому чувством закрывается найти да я думал будет как вообще как консервная банка он закрылся постучи по нему зашулина короче мы весь его вот это вот что у него были все его эти детали салона еще чет мы все мы сложили чернальчики такие фетишные прямо рача ремонтируем аку очень рады что получилось все таки хотя бы пока что от палыча добиться той эмоции которые вот нужно было да да нет спасибо большое всем кто причастен вот это вот на самом деле крутое классное доброе дело получилось у нас всех сделать но пока еще не получилось ну надо довести ее сначала до щелково да но сейчас довезем всякий случай на эвакуаторе повезем да а вот михаил викторович это эдгар и ребята подъехали просим вас выйти все хорошо до встречи до встречи около дома главное чтобы он здесь не пошел пойдем может быть его встретим чтобы он не увидел раньше времени а если он сейчас здесь будет проходить и увидит ее будет неловко но у него же здесь подъезд да вот так вот так вот так увидим сейчас так увидим а вон вон так ребят да я говорю настроение праздничное потому что вот я думал думал да вот что для меня к это знаете как любимый ребенок в семье вот дали машину новую да но я и воспринимаю как служебная и я на нее и наклею все а это вот родная она столько лет со мной она уже прикипела это что-то и и сделали это же сейчас вот вы так и думали да что вы сейчас вот подъедет машина и потому что она действительно у меня как любимый ребенок все говорили почему вы делаете это они просто купите новую машину не не друзей не предают друзей не предают значит мы все сделали безмерная благодарность слов нет но пока еще пока еще вы не видели сейчас все увидите посмотрите потом дело в том что то что вы уже помогли так сказать и и делать уже спасибо понимаете как но важно важен результат новый результат я думаю что вас порадует но красота аппочка моя приехала слов нет слушайте ребят вы ее вообще чудесник вы чудесник вот она как новая да никак она есть новая прелесть прелесть микаев прелесть ребята просто прелесть это восстановили все завод шикарно новые параметры все слов нет и руль даже новый ну я вообще молчу весь самон весь салон новый ну мужики вот нет были бы вы девушками вы хотели в порогах нам эти швеллеры сделали да 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 двигатель новый коробка новая вы чего я подвеска тоже но вот дай бог вам здоровья только одно жалко что вот эти патрубки поменяли потому что я специально сделал вот самое изобретение так сказать много вас было изобретений да вот но вроде решили в общем сделать так как она была за завода вот стандартная и как бы обнулили дальше если вам что-то захочется такой сделать сделают ну тормозда страшит рукой же да а кривец хорошо другое коробка я понял 18 тысяч пробега но мы оставили там вот на прибор на это будет на торпеде этот домик дом на кер это моя мечта конечно попробует есть возможность сравнить да даже и самое описание до положили ну надо же шикарно до инструкции к применению ох ты гнезд сколько говорит там что-то хорошее на новой машине все лес вот сюда а у нее вот здесь этот самый а теперь уже лезу суда но хорошо чертовка по-моему он счастлив и он счастлив да в какой-то момент он такой такой вот так знаешь захохотал ты прямо так вот искренне прям мне прям понравилось он по-моему ниве был менее счастлив чем у меня и звук-то солидный такой стал как-то немножко изменился в лучшую сторону и мотор это тише сильно а вот и чем тот который был да там что-то стучало в нем чуть-чуть понятненько шикарно слушается прекрасно но у ребят слов нет дайте еще раз удачи здоровье спасибо вам тоже здоровье самое главное особливо особливо когда он ко мне первый раз подошел где-то удивился думаю но самое спасибо большое да спасибо ну думаю это самое конечно неплохо бы там проще не поверил сначала но молодец он оказался на себя то сделать не азовичек у нас не свел эдгар это человек как раз мы не говорили на эдгар это человек который работает в мэш мэш мы говорили что нас ребят связали как раз они приложили нам эту историю как и крутая зря очень такая счастливая пропитанная добротой с самого начала была пропитана но честно говоря очень было опасно браться такую работу потому что если бы мы облажались хоть чуть-чуть нас бы просто съели бы все и я за это переживал пипец я очень твери твери сейчас ли фират что все мы не облажались у нас все хорошо получилось это было так близко вам надо было знаете что прям где-нибудь здесь вот так в подарок там тут и я бы ездил с гордостью от вас эдгар может быть это сам потом чуть придумаешь чтобы они сделали чтобы фирму знали ребят знали тут как как ребята ну если они хотят конечно это будет вам как говорится да я думаю все уже все знают люди посмотрят мастерская синдиката уже стоять вот я очень рад я уже сказал очень счастлив что у нас все получилось вы красавчики молодцы все молодцы это комплексы красавчики спасибо что все тоже нас в эту историю было очень приятно это делать до этой замечательной ноте традиционно мы завершаем эту серию всем счастливо